Всем привет! Меня зовут Оля, и в этом видео я расскажу о новых часах от Samsung – Galaxy Watch. Да, теперь они называются просто Galaxy Watch, хотя предыдущее поколение называлось Gear S3, и это могло бы быть S4. Переход в семью галактик кардинально ничего не изменил. Все любимые фишки остались, а там, где можно было сделать лучше – сделали. Часы по-прежнему выглядят как классические хронометры, за что их многие и любят. От разделения на брутальную версию и классическую Samsung отказалась. Есть вариант на 46 мм и 42 мм, оба в одном формате, разве что в первом случае сбоку есть небольшой выступ. Крупная версия поставляется только в серебристом исполнении, а меньшая – в черном и золотом. В последнем случае в комплекте идет розовый ремешок, что как бы подчеркивает для кого такой цвет. Лично для меня это один из главных плюсов новых часов. В общем-то я спокойно носила даже немалые S3 Frontier, когда готовила их обзор. Но для себя на каждый день хотелось что-то более женственное. Потом в следующем году вышли Gear Sport с более аккуратным безелем – уже стало чуть лучше. И вот наконец-то появилось прям то, что нужно. Эти часики на женской руке смотрятся просто отлично. Безель еще больше облагородили, уменьшив зубцы. Да и золото интереснее комбинировать с разными цветами ремешков. Кстати, тут, как и раньше, стандартное крепление. У этих для 20 миллиметров, а этих для 22. Так что выбор огромный. Пожалуй, что касается дизайна – это все, на что стоит обратить внимание. Galaxy Watch сохранили подход и наработки предшественников и привнесли свои косметические изменения. Главную же работу Samsung проделала с начинкой часов. В первую очередь они получили новый 10-нанометровый процессор Exynos 9110, который быстрее и экономичнее 14-нанометрового чипа Gear S3. Также у старших Galaxy Watch при тех же габаритах и весе, что у Frontier на 24% больше батарея – 472 мАч. Все вместе это значительно увеличило время работы новых моделей. Но тут, конечно, все будет зависеть от того, как активно используется экран, GPS, внешний динамик и прочие смарт-функции. У меня с частым мониторингом пульса, всегда активным дисплеем и периодически включенным GPS часы держались минимум два дня. На ночь их снимала, но об этом чуть позже. Автономность часов и так была на хорошем уровне. В тех же S3 и Sport она не вызывала у меня каких-то вопросов. Тут же все стало еще лучше. В экономичном режиме 46-миллиметровая версия может прожить до 7 дней, то есть неделю на одном заряде, в более активном режиме часы держатся в среднем около 4 дней. У версии с корпусом 42 мм батарея значительно меньше, но учитывая и меньший экран, время жизни тоже хорошее. Около двух дней в активном сценарии работы и до пяти в экономном. Также часам добавили несколько новых режимов, например, мониторинг стресса и сна. Первый сканирует показатели пульса и дает советы, как можно успокоиться, подышать или сделать какое-то упражнение. Может для кого-то полезная штука, но лично мне достаточно просто покрутить безель. А вот мониторинг сна было действительно интересно затестить. Все эти фазы сна и прочее. В общем, попробовала я с ними поспать и могу сказать, что лично мне было неудобно. С целью побаловаться, узнать какую-то информацию разово еще можно, а вот на постоянной основе будут мешать. Если вы тоже пробовали мониторить свой сон с помощью часов или фитнес-браслетов, то делитесь в комментариях, удобно ли это и что полезного удалось узнать. В любом случае и без ночного использования у этих часов просто кладезь всяких фитнес-функций, режимов и прочего. Они определяют до 39 разных активностей, от бега до йоги и жима штанги лежа. Раньше их было 18. Приложение S Health тоже, думаю, в отдельном представлении не нуждается. Это одна из лучших программ для тех, кто хочет следить за своим здоровьем, заниматься спортом и просто ставить цели касательно своего тела и достигать их. И последнее улучшение, о котором хочу рассказать, это поддержка плавания. Предыдущее поколение часов Samsung хорошо защищено от воды. Их можно мочить под дождем или, например, не снимать, когда моешь руки. Но плавать было нельзя. Такая вот возможность сначала появилась в Gear Sport, а теперь есть и во флагманских часах. Они прошли сертификацию по IP68 и кучу тестов военного стандарта, в том числе давление воды в 5 атмосфер. Конечно, нырять с аквалангом с ними вряд ли кто-то будет и сама Samsung заявляет, что не нужно так делать. А вот плавать в бассейне – пожалуйста. Это отличает Galaxy Watch от тех же Gear S3. Итак, какие улучшения можно выделить в новых Galaxy Watch? В первую очередь это автономность. Батарею старших можно растянуть на целую неделю, а младших – до 5 дней, что тоже очень неплохо, за что можно благодарить также и процессор. На второе место поставлю дизайн. Безель выглядит аккуратнее и наконец-то появился вариант, который можно без скрипа назвать женским. Плюс они, как и прежде, выглядят как дорогие классические хронометры, особенно с соответствующим циферблатом. И наконец третье улучшение – это, так сказать, лицензия на плавание. Не такой весомый аргумент, но все же. Над режимами и программной составляющей тоже поработали, но я особой разницы по сравнению с прошлыми версиями не заметила. В этом плане все было круто, так оно и осталось. Разные циферблаты, куча фитнес-возможностей, функциональная программа на смартфоне, а также очень удобное управление, да и вообще меню OS Tizen. Пишите, что вы думаете о новых Galaxy Watch и поделитесь, сколько в среднем живут ваши смарт-часы и при каком сценарии использования. Если видео вам понравилось, то дайте знать лайком, комментарием, подпиской и нажатым колокольчиком. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok